Четвертый день Одесского международного кинофестиваля продолжил тенденцию предыдущих дней и не порадовал хорошими картинами. Откровенно скучный уровень черного оставил зрителей в состоянии полнейшего шока. Мрачные виды зимы и осени. Серый главный герой, долгие кадры. Крупные и средние планы, затылка которого зритель видел большую часть просмотра. В картине любимчика фестиваля режиссера Валентина Васиновича персонажи за полтора часа так не произнесли ни слова. И если в оскароносном артисте на этом построен весь нарратив, там все молчат намеренно, то в данном случае режиссер фильма, как его украинский коллега Юрий Речинский, презентовавший свой фильм «Январь-март» днем ранее, также начал съемки, не имея на руках сценария. К тому же, по словам режиссера, он просто не доверился непрофессиональным актерам, которых привлек к съемкам картины. Почему фильм получился откровенно плохим, обстановщик ответил следующее. Также в международной конкурсной программе был показан фильм «Габриэль и гора» режиссера Филиппа Барбоса о бразильском путешественнике в Африке. Кинематографисты, следящие за программой кинофестиваля, говорят, Фильмы в жанре арт-хаус, конечно же, имеют право на существование, но нельзя не считаться с интересами зрителей, которым ближе по духу классическое повествование. Та форма, которую берет себе мистер Штейн, который идет в онлайн, и та форма, которую берут сегодня украинские кинематографисты, представленные здесь, она разнится. И если говорить о зрительскости, пусть будет такое корялое и неправильное слово фестиваля, то, наверное, вот эта вот французская форма и французский шарм, он гораздо ближе к зрителю, чем вот этот формат. Александр Вейсман, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».